МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На берегу, омытом водами могучего Днепра, располагается город Речица. В народе его называют город нефтяников. Его жители – талантливые люди, способные отдавать себя любимому делу без остатка. Убеждаешься в этом каждый раз, когда доволится бывать на Реческой земле. В декабре 2013 года здание по улице Советская, 30, превратилось в Реческий центр ремесел. С тех пор дети разных возрастов вместе со своими бабушками приходят именно сюда. Здесь у нас функционирует три клубных формирования, два кружка. В основном дети 6-10 лет. И есть любительское объединение «Ажур», где возрастных ограничений нет. Есть и бабушки с внуками здесь занимаются, и дети с особенностями развития, и инвалиды, и пенсионеры. Всегда всем рады, всем найдем. Соломка, лоза, лепка – это доступно каждому. При желании можно создавать шедевры. Мастера центра ремесел вместе со своими подопечными возрождают, сохраняют, развивают, изучают и популяризируют национальную самобытность белорусской традиционной художественной культуры, народных промыслов и ремесел. У нас в Речицком районном методическом центре, когда собираются художественные руководители учреждений района на совещание, мы проводим там мастер-классы для того, чтобы каждый, вернувшись к себе на работу, мог своим воспитанникам своих кружков донести частицу чего-то нашего родного, традиционного. Двери Реческого центра ремесел открыты для тех, кто хочет собственными руками создавать шедевры из соломы, лозы и соленого теста. А в перспективе, возможно, и из глины. Это мечта местных мастеров. И для тех, кто хочет приобрести эти самые шедевры. Для развития малого предпринимательства в сфере народных ремесел и промыслов мы в своем центре берем на комиссию изделия мастеров города и района и продаем, способствуем появлению заказов у мастеров. Причем купить в центре можно эксклюзивные работы не только из соломы, лозы и соленого теста. Бондарство, резьба по дереву, ковка, бисероплетение, бижутерия ручной работы, выполненная в необычных техниках, сувениры из глины, куклы, тильды, шкатулки, вышиванки – так полюбившиеся иностранцам. Все это очень красиво и все – ручная работа. Когда смотришь на вещи, сделанные своими руками, то понимаешь, что в каждую вещь вложена частичка души, любви мастера, а это и самое ценное. Изделие, сделанное своими руками из природного материала, несет определенную энергетику. В частности, изделие из лозы, любое, оно уже изначально считается обереговым, потому что в основе изделия лежит крест. Для того, чтобы начать какое-то делать изделие, нужно сначала создать крестовину. И вот этот крест, он и считается оберегом уже на все изделие. Можно провести эксперимент. Придут к вам гости, поставьте лозяную корзину и хрустальную, наложите абсолютно одинаковые конфеты. Мы проводили эксперимент, доказано. Все тянутся именно в лозяную, какая бы ни была вычурная и красивая хрустальная. Ко многим праздникам в Центре готовят выставки обрядовой атрибутики. Несмотря на то, что Центру ремесел всего третий год, его работы представлены на многих городских, областных, республиканских и международных выставках. И все силами трех мастеров и директора Центра Юлии Крагель, которая является представительницей уже не первого поколения в семье, влюбленного в народные промыслы. Самых же способных к наукам ребят со всего района собирают в своих стенах Реческий районный лицей. 162 умных и талантливых лицеиста со всего района учатся здесь на протяжении 7 лет в классах филологического, физико-математического и химико-биологического профилей. По результатам сдачи централизованного тестирования, лицей стабильно входит в пятерку лучших учреждений образования области. Имеются успехи и в олимпиадном движении. Трое учащихся будут представлять лицей на заключительном республиканском этапе Олимпиады по русскому и китайскому языкам. Ежегодно 95-98% выпускников Реческого лицея поступают в вузы. Бывали годы и со стопроцентной поступаемостью. Лицеисты являются постоянными участниками интеллектуальных соревнований республиканского уровня. Это и турниры математиков, и научно-практические конференции различных уровней. Несомненно, дети выходят на международный уровень. Каждый год золотые и серебряные медали ребята привозят с международной конференции в Брянске «Первые шаги в науку». Есть у нас дипломы и с МГУ имени Ломоносова, и с Санкт-Петербурга, и с Балтийского пути. Так что я считаю, что ребята развиваются разносторонне. Почти все учащиеся являются членами научного общества лицеистов «Нонфотон». Это ребята, которые добились побед на областных, республиканских и международных соревнованиях. За подобного рода успехи лицеисты премируются из специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. А еще в этом учреждении образования есть лицейское самоуправление, или, как его называют, лицейская республика, со своей символикой – гербом, флагом и гимном. Последние ребята с особой гордостью поют на всех торжественных мероприятиях. Лицейская республика, тебя дороже нет, нам светит через годы твой путеводный свет. Умопытливых братства, союз учителей, душевное богатство, сокровищ всех теней. Чтобы попасть в правительство лицейской республики, ребята ежегодно участвуют в выборах. Предвыборная кампания длится около месяца. Кандидаты подают заявки, пишут предвыборные программы, агитируют и путем тайного голосования выбирается правительство. Они наши первые помощники, потому что они вкладывают именно очень много в развитие лицея, в развитие других учащихся, поддерживают все наши инициативы. В лицее с большим трепетом и любовью относятся к лицейским традициям, которых здесь немало. Одно из таких мероприятий – «Ночь в лицее». В лицее в 2008 году создан волонтерский отряд «Забота». Движение волонтеров постоянно расширяется. В этом учебном году более ста лицеистов считают себя волонтерами. За первое полугодие больше 16 миллионов рублей мы собрали на благотворительные нужды для тех, кто в этом нуждается. В лицее очень хорошая дружеская атмосфера. Здесь всегда рады гостям. Здесь уютно, как дома. Здесь живут одной большой и крепкой семьей педагогов, лицеистов и родителей. Результат общего созидательного труда, конечно же, виден в вузах. В лицее хранится множество благодарственных писем от преподавателей белорусских и зарубежных вузов. Именно в Речице появился первый музей воздушно-десантных войск в нашей стране. Расположился он в здании Реческой районной гимназии. На ее входе установили самый крупногабаритный экспонат – БМД-1 – боевую машину десанта. Рядом бюст героя Советского Союза – легендарного Василия Маргилова. Создателем музея истории воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения является бывший спецназовец Владимир Гобров. Идея создания музея зародилась, когда при подготовке воспитанников центра «Скиф» необходимо было собирать специальную материально-техническую базу для обучения детей. Поясним, что «Скиф» – это центр допризывной подготовки молодежи, в котором уже на протяжении 18 лет ребят готовят к службе в спецназе. В музее собрана уникальная коллекция всего, что имеет отношение к ВДВ и спецназу. Экипировка, снаряжение учебного вооружения, головные уборы десантников и спецназовцев, начиная с 1968 года и до наших дней. Различные рационы питания, специальная литература, нагрудные знаки, документальные факты. Прослеживается история развития парашюта от создания первого экземпляра до наших дней. Отдельно представлены фото уникальных личностей, которые внесли свой вклад в создание, развитие разведывательных и специальных десантных подразделений. Есть в музее и ряд экспонатов, которые можно встретить только здесь. Предметом особой гордости является, например, вот этот разведчик, парашютист специального назначения элитного армейского спецназа России. Уникальность их в том, что они могут совершать парашютное десантирование от 100 метров до 10 тысяч метров. То есть вы можете представить себе, после 4,5 тысяч уже нечем дышать, соответственно, нужно специальное оборудование, дыхательная смесь, маска, баллон и редуктор. И, конечно же, очень холодно там. Плюс он просто не может приземлиться. Ему нужно приземлиться и выполнять дальше свою задачу. У него должен быть оружие, боевой комплект, средства связи, медицина. Музей является важным этапом большого дела, патриотического воспитания молодежи. И все благодаря личной заинтересованности Владимира Гоброва, у которого получается объединить вокруг себя ребят и учить их защищать Родину. Посещение музея – это всегда событие для каждого, кто здесь бывает. Дети, которые приходят, уходят просто под впечатлением, которое остается у них на всю жизнь. Взрослые люди, которые прожили жизнь, которые видят то, что здесь, они считают, что они, наверное, что-то в этой жизни все-таки не видели. И всегда уходят с самыми восторженными впечатлениями и откликами из нашего музея. Большое внимание в районе уделяют развитию здравоохранения. 3 апреля от День гемодиализа Реческой центральной районной больницы отмечают свою первую годовщину с момента открытия. Данный объект, безусловно, был очень нужен районам. Сегодня он помогает решать серьезную проблему, облегчая жизнь больным. Гемодиализ – метод очищения крови вне организма, в результате которого удаляются токсические продукты обмена веществ и нормализуется нарушение электролитного и водного балансов. Эта процедура, которая длится 4 часа, проводится для пациентов с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии 3 раза в неделю. Жизнь больных поддерживается аппаратом «Искусственная почка». Доставка пациентов на процедуры осуществляется социальным такси. Оно забирает из дома и отвозит обратно. А не так давно здесь открылся перитониальный диализ. До открытия отделения больные ездили в Гомель. Это было очень неудобно. На поездку тратилось много времени. Сейчас это занимает полдня. Поскольку отделение межрайонное, то возможность пользоваться его услугами появилась и у жителей соседних райцентров. Больные из Речисы, Хойник, Брагина и Лоева теперь ездят только сюда. Это удобнее и ближе. Совсем другое отношение здесь. Вообще, врачи внимательны очень. Чуть шел тут, как тут. Сразу анализы все выровнялись. У нас, мы приехали, ни у одного из нас не было хорошего гибоглобина. А теперь восстановили все. Все анализы в порядке. Так что мы благодарны очень. За время нашей командировки по Речицкому району нам удалось познакомиться с крупнейшим в Республике Беларусь производителем махровых изделий для бани и сауны. Речь об открытом акционерном обществе «Речицкий текстиль». Созданное в 1927 году как чулочно-веревочная мастерская, сегодня это современное предприятие, оснащенное новейшим технологическим оборудованием ведущих европейских компаний. На нашем производстве прошла полная модернизация швейного, ткацкого и приготовительного отделения. Это позволило нам увеличить производительность труда. Мы стали выпускать новые современные виды изделий. Продукция наша пользуется большим спросом как и на белорусском, так и на странном рынке. Последний этап модернизации предприятия окончен в 2004 году вводом в эксплуатацию нового красильного участка. Модернизация позволила использовать в производстве новые виды сырья и отделки изделий. В настоящее время мы выпускаем как наш традиционный ассортимент пестротканых хлопок, так и стриженых хлопок. Это коллекция изделий с эффектом велюра. Так называемые коллекции «Эколайн» и коллекции с применением «Катальна». Последняя наша разработка – это коллекция изделий из бамбука и модала. Полотенца из этих волокон отлично впитывают влагу и довольно быстро сохнут. Махровая фактура полотенец отличается не только мягкостью, но и шелковистостью и естественным блеском. Интересно, что на поверхности стопроцентного бамбукового волокна за 24 часа умирают около 75% бактерий без всякой обработки. Ассортимент выпускаемой продукции очень широк. Махровые халаты, комплекты для бани и сауны, изделия для детей. По заявкам покупателей выпускаются покрывало-декоративные, пледы, столовое белье, изделия с домотканным эффектом. В этом году открытое акционерное общество «Реческий текстиль» приняло участие в крупнейшей международной выставке текстиля «Хайм Текстиль» в Германии. Была представлена коллекция изделий из «Котальна Эколайн», которую потенциальные покупатели оценили по достоинству. Эти изделия отличаются тем, что применяется хлопок без крошения, то есть он только отваренный, намного уменьшается технологический процесс, то есть если, например, технологический процесс занимал 12 часов, то сейчас он занимает только 4. На хлопок минимально воздействует химия. Таким образом, вся продукция имеет светло-бежевый цвет. Это то, что сейчас наиболее востребовано европейцами и прибалтами. Не остается без внимания и внутренний рынок. Продукция предприятия поступает во все, без исключения районы нашей страны. Здесь готовы сотрудничать со всеми сегментами рынка с разными категориями покупателей. Так, открытое акционерное общество «Речицкий текстиль» активно работает с предприятиями гостиничного бизнеса и корпоративными клиентами, обеспечивая изготовление продукции с их логотипом и эксклюзивным дизайном. Посещая районы нашей области, каждый раз удивляешься, восхищаешься и радуешься тому, какие замечательные люди живут здесь. Добродушные, гостеприимные, жизнерадостные и отзывчивые. В очередной раз в этом убедились, побывав в Центре социального обслуживания населения в городе Карман. Здесь мы не встретили равнодушных людей. На базе Центра работает шесть отделений. Первичного приема для обслуживания пожилых граждан, отделения пребывания молодых инвалидов, социального обслуживания на дому, адаптации и реабилитации. Работники Центра оказывают широкий спектр услуг местному населению. Это занятость пожилых людей, которые работают в кружках. Есть при Центре и вокальный коллектив «Голоса Сердец». Это девять талантливых женщин, старше из которых 82 года. Но, несмотря на возраст, у каждой из них молодая душа и горящие глаза. Они пришли к нам желанием петь, нести народные традиции людям, давать настроение. Работали, кто библиотекарем работал, кто-то работал в школе. А сейчас вот они не хотят дома засиживаться. Приходят к нам в Центр с настроением, с таким радостью, поют народные песни. А также народные традиции показывают, как нужно проводить народные праздники. Женщины, находящиеся на заслуженном отдыхе, регулярно и с большим желанием посещают Центр. Они с удовольствием занимаются в кружках по бисероплетению, вышивке и заготовлению подделок из различных материалов. Большое внимание в Центре уделяется сохранению народных традиций. Ко всем годовым праздникам здесь готовят программы. Участвуют с выставками своих работ в областных мероприятиях. Эти милые женщины и полотенца шьют, и фартуки, и салфетки делают разделочные доски. И все с большим удовольствием и неистякаемым энтузиазмом. Я хочу сказать, думаю, наверное, общее мнение выражу, потому что мы очень благодарны руководству ЦОСН, потому что создали такую группу. Мы так считаем и смеемся, что пенсионеры идем в свою группу. Вы сами понимаете, все уже вышли с такого возраста, когда уже не работаем. Дети все выросли. Дома очень скучно. Сюда придешь, здесь так интересно, ну, во-первых, ансамбль вот этот наш. Потом каждый приходит, что-то новое придумывает, что-то новое показывает, да. Кто анекдот расскажет. Ну, вообще, очень весело, здесь интересно, здесь душой отдыхаешь. Валентина Морозова тоже находится на заслуженном отдыхе. Есть у нее замечательное увлечение – вышивка крестиком. Своим умением она с огромным удовольствием делится с женщинами, которые посещают кружок по рукоделию. Я постоянно занимаюсь вышивкой, мне это очень нравится. Свой опыт я передаю своим коллегам по работе, женщинам, те, которые к нам приходят в кружок, ну, и, естественно, молодому поколению. В нашем коллективе нет равнодушных людей. Здесь равнодушные люди не смогут работать. Это люди с большим сердцем. И на сегодняшний день хочу сказать, что наш коллектив действительно дружный, где есть взаимопонимание, и оказывается действительно большая помощь людям. В центр может обратиться любой человек, нуждающийся в помощи. Здесь есть телефоны доверия. Отделение социальной помощи на дому сегодня обслуживает 250 человек. Это участники Великой Отечественной войны, одинокие граждане, люди пенсионного возраста. Осуществляется в центре и сопровождение детей-сирот в возрасте от 8 до 23 лет. Сама обстановка в центре очень близка к домашней. Тепло, светло, уютно, комфортно. А рядом люди, которые относятся к своим подопечным, как к своим собственным детям, собственным родителям. В конце января этого года в жизни всего Кармянского района произошло важное событие. В центральной районной больнице был установлен новый рентген-аппарат белорусского производства. Учитывая, что до этого момента на протяжении полутора лет в больнице вообще не было рентген-аппарата, работали только передвижные, сгомили и других райцентров, торжественное открытие рентген-кабинета стало настоящим праздником. Мы работаем с 27 января. С 27 января за этот период времени уже прошло 2600 человек. Это очень большая нагрузка. В среднем выходило 140 человек в день. У жителей района есть возможность своевременно проходить профилактические осмотры, что позволяет выявлять заболевания легких, рак, туберкулез на ранних стадиях. Согласно приказу Министерства здравоохранения, ежегодно в больнице должно обслуживаться 10400 человек. А самое главное в том, что, например, если после Чернобыльской аварии это была так называемая радиофобия, многие очень отказывались. На сегодняшний день люди идут спокойно. Даже спрашивали, когда наконец-то установится аппарат. В Кармянской районной центральной больнице имеются и два современных биохимических анализатора крови. В течение часа аппарат анализирует 200 проб. Он очень удобен в использовании, облегчает труд лаборанта, улучшает и качество работы, так как исключается ручной труд. В итоге минимизируется вероятность аналитических ошибок. Два гематологических анализатора, один микрос-60, второй микрос-18 на 18 параметров с частичной дифференцировкой лейкоцитарной формулы. Делает за одну минуту один тест. В Кармянском районе стараются идти в ногу со временем. Пристальное внимание уделяется внедрению новых современных технологий, которые направлены исключительно на благо человека. Так, котельная центральная была построена в 1979 году. Долгое время горячее водоснабжение обеспечивалось только в вечернее время. И лишь в 2010 году было принято решение о внедрении когенерационной установки для бесперебойного водоснабжения кормы. Наряду с модернизацией центральной котельной на котельной номер 2 установили дополнительно водогрейные теплообменники, сделали закольцовку основных магистральных теплосетей, что позволило в межотопительный период остановить котельную номер 2 и основные энергоисточники и использовать когенерационную установку на 100%. А котельная номер 2 использовалась и вовсе только как теплопункт. Такое технологическое решение выдержало проверку временем. Сегодня к плюсам можно отнести стоимость электроэнергии, полученной от когенерационной установки. Она в три раза дешевле, чем от энергосистемы. Таким образом удается покрывать нужды как самой котельной, так и основных энергоемких объектов предприятия. Экономический эффект от внедрения когенерационной установке составил 2321 тонну условного топлива. Рентабельность центральной котельной до внедрения мероприятий по оснащению когенерационной установке было 15%. После внедрения она составила 22%. Хочется отметить, что рентабельность самой же когенерационной установки 35%. Животноводство, особенно молочное для экономики Кармянского района, играет одну из главных ролей. По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия, за пять лет сельхозпредприятия района приросли внушительным поголовьем крупного рогатого скота. Так, в марте 2014 года в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии имени Володарского был введен в эксплуатацию первый сарай. С самого начала он был полностью укомплектован. Буквально через несколько месяцев начали строить еще один сарай. Ввели его в эксплуатацию в сентябре 2015 года. Сейчас общая численность поголовья составляет 500 голов. В данный момент особое внимание здесь уделяют нетелям. У них отдельный рацион, соблюдаются все технологические нормы для раздаивания и улучшения качества молока. В данный момент средний удой на корову составляет 14,9 литров. Но мы будем повышать, будем стараться повышать, конечно говоря, надой на корову и планируем где-нибудь к сентябрю месяцу, к сентябрю месяцу, может быть, к концу года, довести его до 18 хотя бы. Эти годы можно по-разному уже оценивать с точки зрения уже прожитых год. Людмила Лебедева говорит о годах, прожитых вместе со своим мужем Иваном. А это ни много ни мало 50 лет супружеской жизни. Несколько месяцев назад они отпраздновали золотой юбилей. Людмила Ефимовна и Иван Иванович – прекрасная пара, в которой они наилучшим образом дополняют друг друга. Как говорится, такие разные, но все-таки они вместе. А связывает супругов многое. Так, с самого момента знакомства их объединяет одна профессия – учитель. Людмила Ефимовна всю жизнь проработала наставником химии и биологии. Иван Иванович – учитель математики. Жили мы, не скажешь, что сильно богато, обеспечено. У учителей же не была такая большая зарплата. Ну, и не бедствовали. Супруги разные по характеру. Людмила Ефимовна – более твердая и хладнокровная, но вместе с тем общительная, подвижная и энергичная. Иван Иванович – мягкий и уступчивый, но никогда, отстаивая свои позиции, они не поступали наперекор. Всегда прислушивались друг к другу и принимали совместные решения. Ну, старались где-то и друг к другу пойти на встречу, допустим. Ничего же надо было выплескивать, не все в жизни. Были и ссоры, и промирения, все это. Но я доверял во многом ей, потому что мое состояние не власти такое. Все болезненное. Большинство я попадал в больницу, а оно все хозяйство и ласима. Людмила Ефимовна живет своим увлечением, которое очень нравится и Ивану Ивановичу. Она выращивает цветы. У меня всю жизнь было много цветов. Жили мы, огород маленький был. Тогда, знаете, огороды же были маленькие. Тоже хоть и деду клочок надо было отвезти цветами. Семейная пара, умудренная жизненным опытом, может поделиться им не только со своими детьми, но и со всеми своими многочисленными учениками. Видимо, в жизни на первом плане должно быть терпение друг к другу. Мы никогда ссоры сбы не выносили. Мы тоже всяко бывало и ошибались. Но мы и детей тоже старались учить хорошему. В первую очередь здоровье. Самое главное. Радости в жизни. Ну и промирение в семейной жизни тоже. Пообщавшись с такими мудрыми, интересными людьми, побывав в учреждениях, где делают много добра и приносят только пользу, начинаешь ещё больше ценить жизнь, задумываться над её ценностями. И приходит осознание, что какими бы разными ни были времена, жизнь продолжается, общество развивается, а земля наша становится всё краше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова